Девушки отдыхают Может быть опять будет 50-минутная игра, чему я, честно говоря, не прям-таки фантастически рад, но победы желаю, честно говоря, обеим командам. Когда они уже сравняли счеты и теперь уже 1-1, за свагов болеть уже не так уже и круто. Мунквин будет у Солома Мауса, который только что на Хроносе собирал Хелм оф Блэк Лиджин. Наверное, это отчасти и сыграло не на руку команде Легиона. И Мека проиграли свагом. Хаммер перефармил все на свете и купил даже рапирку. Чем нас с вами, дорогие зрители, я надеюсь, прилично порадовал. Ну, общий пул уже закончили. Мунквин ралли инженера у Легиона, у Мекки, у Хаммер, Мараксус и Пиромансер, у Сваг. Остался выбор из Локпика. Санни, привет! Снова добрый вечер. Снова здравствуйте. Не получилось тебе попасть в прошлую игру. Ребята как-то очень опрометчиво начали ее без нас. И был я в гордом одиночестве. Смотрел на АФК Фарм Зевса. Ну, а сейчас, я надеюсь, будет нам с тобой повеселее. Алуна и Хаммер. Логичные пики у Хеллборна. Вернее, Алуна... Что-то я пропустил тут. Хаммер же был не в Локе. Ладно, не сильно это важно. Легион по итогу закончил свой пик. И это Мунквин, Глациус, ралли и инженер и Keeper of the Forest. Хеллборн получил себе. Врачи с Хагу, Пиромансера, Алуну, Мараксуса и Хаммершторма. Очень тимфайтные пики, конечно, такие берут. То, что где побольше станов, где побольше дэмэнджей. Ну, это, в принципе, правильно. Но Хаг и Хаммер был и в прошлой игре у свагов. И, наверное... Что-то пойдет примерно идентичным образом. Зевс на Хаммере будет фармить просто, да не могу, минут 35. Покупать всякие гиперстоуны вместо дамажных айтемов. Ну, или же Мека не даст ему на этот раз этого сделать. Хаммер, Пиромансер, походу... Нет, это, наверное, дабл-лайн с Мараксусом. А Алуна потом пойдет Хаммеру, я так, скорее всего, предполагаю. Или Хам... Нет, скорее Пиромансер пойдет Хаммеру. Так, точнее, по станам будет. Ну и Хаг вверху. Здесь, скорее всего, Мараксус, Пиро в миде это будет. И Алуна, Хаммер внизу. Я бы все-таки Пирико с Хаммером поставили. Два ОЕшных стана, легче инициировать. В целом, наверное, да. Может быть, так окажется проще. А Мекки втроем, даже почти вчетвером в своем лесу. Здесь тоже будет дабл-мид, дабл-изи-лайн. Вверху Хага против Соло и Кипер оф Де Фореста. Фармить, я думаю, будут оба. Никто там ничего друг другу мешать не будет. А вот мидл-лайн внизу, наверное. Наверное, Мунквин с инженером или с Глациусом. Нет, наверное, Мунквин с Глациусом и Ралли с инженером на миде. Как-то, скорее всего, так. Должно быть именно так. Просят две минуты, а я бы за эти две минуты уже, честно говоря, уснул. Который час уже идут сегодняшние активные игры в Г7. И второй день просто-таки бесперерывно. Игры за играми, игры за играми. В топе Кипер, наверное, в Хагу даже перефармит. Я больше на это поставлю, что скрип с динайом у него будет получше. Там Юник, кстати, отлагал. Ты не в курсе. А то он жаловался. Ну, в прошлой игре нормально, ничего не жаловался. Они, правда, вместе с Мэтт Бестлолом как-то одновременно отвалились по тайм-ауту. Может, мы о ней что-то не знаем. Но не лагал, не жаловался, лишних пауз не было. N52D попросил две минуты и пошел в тайм-аут. С N52D мы, кстати, довольно долгое время же играли в одной команде. И мне не нравился его Мараксус никогда. Посмотрим. В прошлой игре он достаточно неплохо выступил на Фейде. И отчасти это дало им возможность победить. Может быть. По крайней мере, они из Фейда Инженер сильно обыграли Пэббуса Луна. Взяли даже даблкил на ФБ. Ты, кстати, смотрел, не смотрел у Хаммер Шторма в прошлой игре? Какой был закуп? Ну, в смысле, все стоит. Он что брал? Ох, там такой был интересный закуп. Лайф Туб. Сустейнер. Ботинки. Перчатка на Атак Спиду. Вампирик. Мэднесс. Щиток. Салат какой-то, в общем. Вообще, да, такой салат. Сейчас щиток достался ему сразу. Но по итогу это была фура, был Элдер Паразит. Ну, а дальше Гиперстоун. Бульварк. Вернее, даже Бульварк он себе не вез. Бульварк сразу Кираса. Я сейчас зашел посмотреть в стрим, то, что он там купил рапиру, но это уже такой был стопроцентный вент, так что там без разницы, что он покупал. Да, его даже выбить ее из него не смогли, хотя очень активно пытались. Хоть бы даже он Харкон на себе купил, чтобы пробивать два выталисмана. Хотя прикольное было есть со своими талисманами, неплохо придумали Мекки, но как-то до конца это не решило их ситуацию. Не дотянул, именно не дотянул Хронос причем. Сейчас подарить могли Курьера, конечно. Будет сейчас встречка, мне кажется. Мараксус со Стана. Мунквин начинает с Мунбима, чтобы Мараксус никого не догнал. И, наверное, Мараксус никого не догонит. Вот так. Там несколько Мараксус должен был Хаммер Шторм догонять, но тоже успел. Хаммер или Алуна, да. Алуна ведь без Стана со старта, что и толку бежать. Да, действительно, еще тот догонятель. Лайнап был известен обеим командам. Глацик и Мунквин, так и быть, все понятно. Хаммер, пиромайстер тоже, как и предполагалось. Ралли-инженер против Алуна и Мараксус. Тоже, в принципе, неплохо. Кипер сейчас, конечно, зазре потратил вард в топе. Там Хагасер, но сама себе стакать, пулить не будет. А если застакать, запулить, то может Тауэр пронести. Мула-ха-ха. Да, то действительно этот вард на отводе был не сильно важен. Что делает Кипер? Не ясно. Зачем? С собой забирает крипов себе под Тауэр, чтобы Хаги, крипы, умерли быстрее. Но Хаг станкует с собой, и ей это не так, на самом деле, выгодно. Кипер со щитком и с кучей Регена. Крипы встретились там, где и планировали. Ха-ха-ха. Интересные танцы получились у ребят. ФБ должен быть, нагласивайся. Да, наверное, так и будет. Но Хаммер не продолжит, Монквин помогает. Кирику даже больнее получилось. В смысле не в этом моменте, а вообще по игре. Вообще по игре, да, большая вероятность. Опять Ралли, опять Хаммер. Маракуса давно, кстати, не было видны в играх. Сегодня был пару раз. Случался. Дерево, кстати, 5 крипов Хага 3. Я думаю, это будет продолжаться. Вряд ли тут легко будет Хаги стоять против Редженда. Вообще да, то есть по наличию Регена у Кипера, тут 6 деревьев. И он сейчас, я бы на его месте даже... Есть въезд по Луне, продолжается пушечкой. Пушечка, как всегда, достаточно поздно. Почему-то значительно быстрее это делают интовые команды. Кег вылетает у них практически всегда вместе с Турелькой. Въезд по Луне потратил ей достаточно большое количество ХП, но жизни не угрожал. Она пошла проверять верхнюю руль. Так вот, я бы на месте Кипера замаксил первую, вместо даже деревьев. Позвольте ему вообще комфортно себя, наверное, не чувствовать. Я думаю, он не будет качать третью, поэтому на четвертом лвеле все равно вкачать инвиз. Ты имеешь в виду на пятом, потому что сейчас у него как раз-таки замакшена первая. А, первая замакшена, да, действительно. Хаммер, 12 крипов и, в общем-то, всех он гоняет. Кипер тут чувствует себя, одно удивление, больше, лучше всех у Легиона. В целом, довольно равные команды, по-моему, получаются, да? Довольно равные, хорошие перспективы и там, и там. Очень многое зависит, правда, от... Очень неплохо могут выступить дерево с Мунквин, но очень неплохо могут выступить и Мараксус с Врачетхагом. Тут все зависит от того, кто как нафармит, кто как начнет въезд по пиромансеру. И это похоже... Нет, Бладласта таки не будет. Хаммерштор попробует догнать Мунквин, но ничего не получится. Еле-еле он засейвил своего пиромансера, и чуть было наше предположение АФБ на Глациусе не были ошибочными. Я имею в виду, конечно, в плане игроков. Хаммер теперь сильно натыкан, без регена. Правда, без мана и Глацик, и Мунквин. В индивидуальном скиллу смысле, ребят, по-моему, равные, примерно. Да, примерно равные, поэтому, в принципе, и показывает 1-1, и достаточно равные игры. Блядь, опять вес по Луне, опять он не сильно успешный. Турелька опять не в ту сторону устанавливается. Муреныч должен был ставить по пути убегания лучше пушку, чтобы она нанесла больше демеджа и, соответственно, больше замедления, чем попытка затолкать Луну обратно. Боже, ну, ребят, сколько раз говорил. Будете писать фигню мне в стрим? Буду банить, буду писать заявочки. И админы вас всех побанят. Вот всех, вообще всех. Мне заставляют все имя чат дисконнект делать в каждой игре. Мне это каждый раз не очень нравится. Но вы тут ничего не поделаешь. Да, хотелось бы поделать так, чтобы можно было инстант-месседжи отключать. Зачем они валятся мне в чат, я не понимаю. Да, кипер всех, конечно, перепармливает по крипам. 21. Хаммер догоняет его, но так, не прям-то совсем. Мунквин скоро накопит... То нет, не очень скоро накопит на Бима. А у Глацака, в принципе, уже на... Манна на какие-нибудь скиллы хватает. Не качает, кстати, ауру на третьем. Глацус, видимо, вообще брать не планирует. Может быть, это и правильно, но не в их текущем положении. И мана сейчас очень важна. Мунквин насобирал это кенобим. И есть вариант кого-то попробовать забрать. Очень агрессивный Мараксус на хосте. Въехал по инженеру, развел его на пушечку и убежал. Приехали банку на ману Глацусу. И это будет, похоже, фраг на Хаммершторме. А может, и нет, а может, и нет. Нет, не будет. У Мунки есть еще на Мунбима, наюзнула батарейку. Но Хаммер вот сейчас может очень опрометчиво. Если высунет лицо, то может и погибнуть. Нет, уже подрегенил. Да, чуть подрегенил. Уже подрегенил. Опять файт ни к чему не приводящий на мидллайне. Но здесь так и будут такие потягушки. Туда-сюда до какой-нибудь ошибки только, да. Глацик стакать, что ли, отправляется. Ну да, и там как раз по таймингу руну контролить. Как раз руночка, да, да, да. И это руна вверху. Инвиз для Луны в банку. На мидлайне у Легиона пока вообще никого. Прогнали таких, и руна досталась. И Мараксус подрегенится. В общем-то, неплохо. Хаммер опять, но на этот раз ботинки все-таки он зарашил. Но есть ботинки и лайфтуб. Вот, кстати, правильно он выбрал батарейку. Нужно было раньше ее брать, конечно. То, что будет против этой линии, гласил Смогвен, 100% профитно. Несколько раз она себя окупит. Да, и батарейка, то батарейка. А как-то сильно испуганно себя чувствует Монквин с Глациусом. Наверное, им сказали Мисс Мид, и Мисс Мид пошел. Таки к ним, Мараксус на Инвизе захаживал. Что неплохо. Хаммер пофармил бесплатно пасечку крипов. Вот это, кстати, та черта, которая прям вот очень хорошо описывает игру Мин-52д, то, что он старается такие ранние ганги делать, ну, которые довольно часто себя не... О, будет въезд по Алуне, сразу контр-въезд по Инженеру. Алуна пытается... И получается, не дать пауэртроу. Сможет ли Мараксус закончить фраг? Да, сможет. И это фраг для... Именно Алуны, да, походу? Именно Алуна делает фраг, но... В ответ сразу и Юник сделает фраг на Алуне. 2-1, все еще выигрывает Легион. Но это, на самом деле, решающая игра, и особенно она мила победителю тем, что проигравший денег не получит, а победитель получит. Хаммер и просто раз Галванайз не качал третий скилл до очень позднего периода. Ну, аж на десятом, собственно, он его и вкачал. На этот раз тут нужно все. Линия агрессивная и с другой стороны. Хотя Хаммер Мунку перефармливает. Причем перефармливает больше, чем в два раза. Тут, в принципе, и по... Ну, он качается быстрее. Это XPM 300. Ну, то есть, 100 разницы, довольно весомо. Да, и харасят именно его. Хотя у него есть лайфтубы, и есть батарейка. И сейчас он купит... Ну, вот, маска. Вот, как всегда, салатницу собирает. Ну, сейчас она не сильно плохо смотрится, на самом деле. Учитывая его состояние текущее. В Москве наш пришлось купить и эвестмент. И в прошлый раз хочу тебе сказать, что стояли они так же. Сол и Мамаус против Зевса. И тоже Сол и Мамаус эту линию проигрывал. На мидлайне пришло дерево. Будет ли это давать ульту? Мои на нее хватает. Но получается так, что ребята глубоко спрятались за Тауэром. Перемансер прилетел на мид. И помогает тиммейтам дефлаться. Сейчас у Хаммера может быть незадача, если Мунка успеет взять шестой. Хотя Хаммер, кстати, уже седьмой. То по нему могут как-то въехать. Саркан сами, кстати, Кипер. Он в топ-линии вообще оставил. Просто пошел на мидл, ничего не вышел. Пошел фармить лес. Хотя у него наверху очень все было неплохо. Хаммер просто бегает троллфейсом, по-моему, как пытаются его харасить и как он регенится. Там Бима и Тундробласт вылетает. Он просто отрегенит именно то количество, которое прогревает каждые полминуты. Да, где-то так оно и есть. Тем более, плюс еще отжирается скрипов не спеша. И с регеном у Хаммера все в порядке. Его фарм Мунка с Глациусом не останавливает вообще. Линия достаточно проигрышная. А учитывая то, как на мидлайне файты проходят сумбурно, никто никого не убивает, то давно было пора бы тому же инженеру или кому-либо еще помочь своим тиммейтам. Въезд по Глациусу. И это будет фраг. Ох, может так получится, что это будет фраг еще на Мунквина. У Хаммерсторма батарейка на 7. Мунка, правда, имеет ульту, но не имеет на нее маны. Хаммер бьюзает батарейку и делает даблкил. Приходит дерево. У него опять есть ульта. И опять она ее не будет давать, потому что это не будет сильно эффективно. Максимум могли бы забрать пирамайнстера. Может быть, именно это Редженда и сделает. Хотя, похоже, что нет. Мараксус тем временем инженера, пытающегося помочь своей команде, находит его Алуна с Мараксусом и убивает. 4-2 выигрывает команда СВАГ. Хагай очень наглый, конечно, всем идет. Да, такое. Придом, что у него блинк сейчас всего на 2. Ее реально, мне кажется, могут даже забирать. Нет, уже сейчас еще раз блинкнется, конечно, все нормально. В принципе, могли забрать через ульту Кипера, через ульту Монквин. Хватило бы деможи, вместе со Сном Урали. Ты, кстати, часто смотришь DreamHack-вские игры? Ну, как сказать, прошлый DreamHack или какие-то именишные игры? DreamHack-вские, то есть... Хватуровские, ты имеешь в виду? Да, Хватуровские. Посматриваю, но не сильно часто. Они часто совпадают с моими стримами, и у меня просто не хватает времени. Просто разница всегда налицо. Когда играют какие-нибудь там в комплексе CDDM, у них там за игру там 4 фрага, там, за 30-е минуты, там, что-нибудь будет. Ну, да, не спеша ченнис ДОТа превращается в ЕСПО РАЛЛИ. Получится ли его забрать? Нет, РАЛЛИ успеет себя засейвить. Редженда все сжал уже 12 минут ульту, но все-таки ее дает. Монквин в ответ дает ульту тоже. Мараксус езжает отлично по Монквин. Поменяли в Рэчит Хагу на МКУ и могут чейсить дальше. Минус Инженер. Смогут ли забрать Глатуса? Да, похоже, смогут. Попадает топором Мараксус. Неплохой сейв от РАЛЛИ. И замедление, и все на свете дают. И, может быть, даже выживет. Да, похоже. Проели все деревья. Похоже, все-таки выживет. Танкует он крипами и дает себе возможность уйти на инвизи. Динай Тауэр и неплохой все-таки файт для команды SWAG 6-3. Они ведут и 3 тысячи золота, и 4 тысячи опыта в их распоряжении. Верховная иллюзия ждет, наверное, Мараксуса. У которого, кстати, скоро ПК. Тот же самый и тембилд у Хаммер Шторма, что и ты рассказывал. Ага, всего по чуть-чуть. Сейчас еще... Ну, перчатку он не может сейчас себе купить, потому что слота нет из-за батарейки. Ха-ха-ха. Кстати, на Хаммер Шторма Хронет Кливер популярностью, в принципе, вообще не пользуется. Ну, как-то чаще делают алхимики. Да, но сейчас это дает 100% слэшу и, в общем-то, показывает очень неплохие результаты по фарму Хаммер с Рунет Кливером. Не говоря уже о том, что в тимфайте дэвиджа производят огромное количество, если оппоненты стоят рядом. Но, что интересно, SWAG никогда не берут, так сказать, собирающие ульты, типа там всяких Кракенов или Темпестов, которые были под Хаммера с Рунет Кливером, сильно забустили его производимый дэвид. Ух, Ралли только что ворвался, варианта за Союз у него не будет. Какой неудачный промах от Пиромайсера. Ралли бы смогли забрать, ведь у него не было первого скилла, но не вышло. Дерево опять с ультой. Хаммер достаточно рискуя всем на свете. Тут вообще с 60 хп дерется с Эншентами. Это же Уильям Волус. Мне так он нравится вообще. О, вот оно в чем дело. Оригин остается Хаммер Штормом. Там город с собой просто разбрасывается в крипу с танами. Тем временем, Мунквин дофармила до Таура и дала теперь Хаммер Шторму в свою очередь. Мунквин прилетела на Миддлайн и, возможно, захочет здесь подраться со своими тиммейтами. Мало, конечно, фармит очень соул. То есть восьмой левел против там почти 11-го Хаммер Шторма, это большой минус ему. Да, и у Хаммера вообще дела идут более-менее. Стим Буци, Сустейнер. Хангри Спирит продал щиток только что на Миддлайне. Начался файт, начался хорошо. Дерево опять, правда, без ульты, но уже нет Перамайсера. Смогли продолжить. Дерево накопило на ульту и забрали еще и Мараксуса. Хаг пытается же как-то помогать, но это особо к фрагам не приводит. Неплохо от Пауэр Троу Аталуны и фраг на Мидд Беслол. Глацус погибает. Ралли пытается продолжить Пауэр Читхагу, но это пока ни к чему тоже не приводит. Но Хаммера мы в ближайшее время не увидим. Хаммер, да, все, ушел в Афг-фарм, все, что надо уже для этого купил. Это, видимо, опять будет игра на минутах 50. То есть, если бы был бы стандартный Портал Кейн, а Хаммер Штормой... Мне кажется, закончили бы его быстрее, да? Да, то есть, в минуте так, к 30-х где-нибудь уже Шуборн должен был бы выиграть. Хаммер встреча с Инженером. Инженер без ульты и с маной лишь на один кег. Хаммер, в общем-то, мог бы с ним и подраться. На кег он таки дал. Хаммер продолжает по Инженеру, но все-таки Хаммер здесь уже явно отъедет. Заработанные деньги с проноса Таура и Пащи Крипов Зевс только что потерял. ПК, кстати, на Марапсе, я что-то пропустил этот момент. Да, но пока еще особой реализации он не дождался. Ралли. Ох, какой быстрый врез по Редженду. Очень быстро погибает дерево. Мараксус продолжает честь на ульте и Глациусу, мне кажется, тоже тут сейчас достанется. Есть взрывчик на 300 и фраг для Бэгон Дно. Хорошая ульта от Инженера, неплохая кега. В Хаку загнали Хак и выблинки. Если из ульты погиб, Мараксус тоже отсюда не выйдет. Дабл килл для Soul in my Maus. Который, кстати, до сих пор не дособирал. Вот только сейчас после дабл килла дособирал свой Усперинг Хелм. Хаммер тем временем уже почти рунит кливер. Вот уже, собственно, он у него есть. Ребят, по-моему, тоже устали. Такие сумбурные тимфайты проводят. Что-то как-то чейзят там вообще между Т2 и Т3. Вроде как должны были убивать, потом отдали просто так 4 фрага. Хаммер, на всякий случай случайно еще и Параджен достану попал. Приехал ему рунить кливера и сейчас не добежит он стакнуть. Но фармить, я думаю, пойдет хорошо. Итак, ГПМ-чарт сильно возглавляет Зевс. Практически 400 ГПМ у него сейчас. А с новой Эфтаркой, я думаю, это будет очень скоро и 500. Вот, кстати, если будет быстрый Шранкенхед, то Хаммер, конечно, очень сильно эту сборку может оправдать. Да, он сразу же Шранкенхед возьмет, сразу после Паразита. Алуна зря обвернулась в пушечку Инженера, хотя Тимфайт все-таки более-менее выигран, но Алуна могла не отдаваться. Постучался пару раз круче об выстрелы Турельки и от этого именно умер, мог выживать там. Хаммер тем временем стучит по голове Киперу, и Киперу тоже с Хаммером не сильно приятно стоять. Хак был значительно более простой целью. Убили двоих ребята из Хеллборна и сейчас приближаются к пушу сразу двух Т2-товаров. Монквин в лесу, особо на Тимфайты своей команды не реагирует. Про Глацу сейчас не забудь. Убили троих вообще. Да, Глацу с него начали, да. Просто он седьмой левел слишком быстро оживает. Немножко, да, не добрались до Кипера, хотя продолжить по нему не смогут. Вот зря даже сейчас идут ульта от Кипера по двоим. Хотя дэмэджа недостаточно. Глацу сказать неплохую ульту. Хаммер побежал просто не в ту сторону. Из-за этого, в общем-то, и умер. Глуповато. Сзади въезжает Ралли и делает Мэтбислоу. Уже три пылкил на Глацу. Все недооценивали мы его. 0-4 стало сразу. 3-4. Очень он радуется, по-моему, этому событию. Т2-таур все-таки на мидлайне потерян. И Хеллборн продолжает лидировать по золоту. А вот по опыту уже полторы тысячи проигрывает. Прям вот дикие такие потягушки, конечно, как перетягивать камни. Там три фрага подарили, здесь три фрага отдали. С обеих сторон такие вещи. Очень активная такая блотная тимфайтная игра получается. И меня до сих пор удивляет, что команда Хеллборна постоянно дерется где-то между Т2 и Т3. Да, такой именно тауэр-дайвинг. Постоянный. Хотя, в общем-то, политику фарма они выбрали изначально с Хаммером и с Зевсом. Не должны были бы так сильно дайвить. В общем-то, по идее, нужно бы уже сделать шрамкинг, пойти забрать Онгра для команды Хеллборна. Несмотря даже на то, что у Маракса есть ПК, быстрые фраги, что-то у ребят не получается. Ну, они пытаются как-то чересчур агрессивно играть, вот то, что там в какие-то вообще отдаленные для себя места по карте заходят. На самом деле, эти тимфайты такие задайвленные, может быть, и оправданы. Опять есть пухами Шторма, и это будет смерть. Да, все-таки да, хотя почти было, уже убежал, но все-таки погиб Зевс. Неплохой въезд от Ралли. И хотел я сказать о том, что тимфайты навязывают команду Хеллборна именно из-за ПК у Мараксуса. Но прям-таки вот аж там их навязывать, не то чтобы сильно правильно. Ульта от дерева захватывают и Мараксуса, забирают пирамайнсера. Мараксус продолжает очень быстро убегать на сработавшемся втором скилле. Ну и на ПК, конечно же, он уйдет. Тем более, в общем-то, у него есть инвизы, и им он уже воспользовался. Кстати, вопрос от публики. Спадает ли инвиз, когда в банку берешь руну? Нет, не спадает. И с недавнего времени еще и переключение стимбутсов не скидывает инвиз, что тоже очень приятная особенность. Мараксус сейчас не может юзнуть все на свете. Не хватит у него маны на блин культу и стан. Но он может зайти, дать стана и выбраться оттуда, в принципе. Да, тут Глацусу много не надо. Ульта от инженера очень неплохая. Дефенсив, не оказывается Мараксус. Бегает вообще бессмысленно. Лучше бы уже бил Энерджифилд. Очень странно только, что сыграл на Н-52Д. Тауэр ребята забрали, и похоже, без особых проблем должны уйти. Инженер с Дефайд с Туриэлькой. Проблема у Мараксуса. Нет, теперь проблема уже у Хаги. Ультимейт Вориор получает Солон Мамаус, который особыми, так сказать, выдающимися действиями в начале игры не радовал нас. Хаммер взял свой Элдер Паразит, ну и теперь будет там Шанкинг Хэд. В принципе, от фарма его достаточно сильно останавливают. Никаких 500 речи не идет. Тут бы на 400 вернуться. Но с другой стороны, с 400 ГП это минут 7, наверное, фарма Хаммер Шторма, условно говоря, до того, чтобы взять Шанкинг Хэд. В отличие, кстати, от прошлой игры, здесь, чтобы нормально как-то вот затаймить Шанкинг Хэд для Хаммер Шторма, усложняет кипер. Наличие кипера, конечно. Да. Там был фараон, то есть, который, конечно, тоже выставляет много проблем, но вот именно здесь, если, кстати, будет двойная ульта кипера, то это... Вообще полностью задезебленный Хаммер, да? Да, стоя под Шанкинг Хэд, Хаммер просто будет плакать стоять, что он не может вообще кого-либо тронуть. Ну, ты знаешь, тут надо что-то предпринимать, и даже так, чтобы геймитер с Бэйн не смотрелся сильно плохо. Кипер уже явно выходит на рефрешер, и у него уже есть маленькая его часть. Это сейчас увидят, я думаю, оппоненты, и, соответственно, двух ультов регенда будут они бояться. Как и что будет предпринимать Хаммершторм ради этого, даже не знаю. Ну, реально, более прямого выхода кругами как геймитер Бэйн собирать, я даже не знаю, не могу предположить. Ну, как бы, первый Шранкинг, то есть... Это точно. В смысле, ему нужно его делать до ульта кипера, точнее, после. А второй ультимейт, ну, с ним уж ничего не сделаешь, нужно сейчас драться, пока там нет двух ультов. Ой, есть же тимфайтик, неплохой тимфайтик, и хорошее выживание пиромансера. Забрали все-таки Алуну с ультой Мунквин. Смогут ли продолжить ребята дальше? Наверное, смогут. До сих пор не ультовал Кипер. Минус Алуна и минус пиромансер очень быстро. Да, ФК Хаммер сейчас не так круто смотрится. Ой-ой-ой, ФК Хаммер сейчас может и проблем себе получить. Нет, с этой стороны не будет проблем. Мунквин. Ай, с ультой Мунквин, Мунквин с ультой заберет. Ленджендари уже, с Ол и ММА. С ульты такие на забое пиромансера и Алуны не было, хотя показалось, что была. У Н-52Д появляется Шаман Хедрес. МОРАКСУС уезжает по Мунквину. Мунквин есть. Ничего у него нет, есть только Мункбим. Вот сейчас Мунквин, кстати, уже есть фарбренд и после него сразу пойдет он, собственно, Шамкин Хед. Теперь уже въезд по Мунквин может оказаться и фрагом. Правда, маны не хватало на ульту. А, и кулдаун был, в общем-то, у ульты, но Глацус максимально пытался заставить, чем себя тоже отдал. Достал пиромансер своим дрэгон, Феникс Вейвом, достал, Дрэгон Файер, он называется, по-моему, в другом месте. Не, Дрэгон Файер, Стан называется, точно. Достал Феникс Вейвом и сделали, ребята, даблкил, забрав в Леджендарис с Сул Моумауса и на удивление Ультимейт Ворио разглацался. Сул, конечно, со своим Мунквин как упору ты просто стоял на меде, в него раз летел Мараксус, он вроде как отбросался, пошел, но развернулся дальше, начал криковать, в него опять летает Мараксус, Сул думает, наверное, что за дела. То есть, по кулдауну там в 20 секунд его забирали, и тем не менее его это никоим образом не испугало. Хаммер тысячонку уже насобирал. Немного. И на самом деле его ГПМ сейчас вообще не впечатляюще, его достаточно хорошо ганкают. Ну, сравнение, конечно, с прошлой игрой, да. Власил странно, что если ничего не покупает, у него вроде как монетки есть там на какой-нибудь брейсер. Или на какой-нибудь морковку для толкалки. Да, что-нибудь в этом духе. По луне въезд, фрак пока не получился, въезд Мараксус поглад. ЦУС продолжит ли он по инженеру, инженер дает ульту и Мараксус за него удачно вполне выходит. Неудачный юз второго скила на Мараксусе и это его смерть. Хорошее продолжение от Кипера. Кроме Мараксуса все-таки погиб и пиромансер. В Речет Хаг опять еле-еле уносит ноги. Вот нет, Хаммера нету, его не хватает очень сильно. Мекки играют в пятером, а Свайки играет в четвером. Да здесь, да, я бы, если бы сейчас сидел в игре, уже просто крыл бы, трехэтажкой. Потому что на самом деле смешно выглядит. Играет 4 в 5 уже 15 минут. И она ни к чему хорошему не приводит. Начинали ребята очень неплохо. Хаммершторм таки прилетел. Его ультует, Мунквин очень неприятно. Ультует, хотя не добьет. В Речет Хагу успел ублинкаться, Хаммер успел отбежать. Мунквин ульта в храгом не привела, хотя на хайграунд ребята из Легиона уже зашли и 30% Тавра уже забрали. Скоро барьер на Мараксусе. Чуть-чуть будет легче борьбы с ультой Мунквин и с тем же инженеровским Энерджи Филдом. Ему бы тоже собрать либо Хилл Флауэр либо БКБ как бы может быть для кого-то абсурдно это не звучало типа БКБ Мараксус такого нет но здесь очень хорошо зашло бы потому что тот же самый Энерджи Филд так же самая ульта Мунквин ну просто все можно дожить одним простым БКБ. Да можно тем временем хочу тебе сказать у дерева есть деньги на рефрешер. хорошо конечно для команды Легиона сейчас еще если ПК то это в принципе игра уже выиграна будет прощай инженер не факт сзади въезд по ралли инженерам конечно будет ли его сейвить дерево через одну секунду будет ульта инженер точно себя ведет ульту поставил но не выжил в две ульты инженер с деревом все-таки хагу в ответ забрали Алуна тем временем там погибла с той стороны Монквин продолжила попера мансеру и выживет только только Мараксус Хаммера опять в тимфайте не было у него уже есть Шанкин Хэт но тем не менее он возможно дофармливал как раз опять нет тпшки опять нет у него он видим курьером несет да поздновато что-то так тоже получилось в общем-то хотя бы отвлек но тавер ребята отдали не говоря уже о том что отдали подряд наверное 4 уже тимфайта именно из-за отсутствия Хаммершторма ну собственно поэтому на Хаммершторм и собирать первым итомом как раз таки Шранкин а не Рунеткливер потому что без него он драться достойно не может да действительно и я не скажу что он прям таки сумасшедший буст от этого Рунеткливера за 4 больше 4 тысяч денег получает в фарме в лесу ведь у него есть родной сплэш этого для фарма достаточно большого в принципе хватает тут видимо какая-то фанатичная идея 100% сплэша то что я буду бить я там всех вокруг убирать да ну пока ауешка сплэша не на всю карту распространяется и у Хаммера прямо скажем не сильно хорошо дела 2 4 1 статистика у дерева есть и рефрешер и ресторейшн стоун это хорошо для легиона 500 копеек не хватает ДПК и это действительно уже будет очень неприятно да практически это будет гг да практически гг хаммер будет супер неэффективен там если ну от 3 до 5 килл там вольт поймать таких ключевых то в принципе все неэффективен сейчас опять наверное будет какой-то такой тимфайт где не будет хаммера где будет минус 3 минус 4 и один хаммер не задефит ни как хайграунд ни хонгра наверное похоже на то пойдет наверное дальше чем опять вызовет ТПшки а ну вот у Хаги же есть Хилфлауэр то есть за время стана Мараксуса от инициации и время киллфлауэра отходить нужно забирать кипера иначе это смерть тогда смерть иначе ничего не получится хаммер мог сейчас пушить Тауэр без особых проблем чем может быть это звать вариант захода на хайграунд ребят из легиона в принципе да это было бы такое самое хорошее решение потому что в хайграунд они все-таки пятером заходить против четырех все равно будет неудобно на хаммера кто-нибудь насагрится и в любом случае он бы смог сделать ТПОА не сделал бы только в том случае если бы кипер в него увезлил да так и есть хотя кипер я думаю не зажал если бы это именно он прилетел ребята заходят на хгм посмотрим как же пройдет тимфайт сейчас въезд по киперу будет ли по нему хэлфлауэр максимально по киперу въезжают киперу на нем есть хэлфлауэр и успевает все-таки хаммершторм его забрать до всего происходящего мунквин сзади правда сильно уничтожает всех оставшихся и для нее уже квадкил и сейчас мунквина дадут еще хаммершторм а то это будет аннигилейшн хаммер пытается драться но похоже что все-таки аннигилейшн мунквин остается так и есть аннигилейшн для солны и мауса и минус линия однозначно выкупов ни у кого у хеллборна не будет обидно конечно сейчас было для хаммера где он там его подстаняли вот буквально там два удара и выигрыш и весь этот тимфайт как раз таки получился без даже одной ульты кипера если бы он положил это здесь очевидно какой тимфайт как раз и был геноцид без каких-либо потерь но я честно говоря до сих пор с открытым ртом сижу как же сильно только что сыграли мекки не то чтобы прямо биг плейс но удачное позиционирование мунквин сзади со всеми и хаммершторм потративший все свои усилия на дерево ну и в общем-то ты видишь угроза уже не одна не только рефреш а еще и мунквин а хеллфлауэр то всего один вот поэтому нужно было делать намаракс не барьер идл а либо шранкен хэт либо хиллфлауэр тут правильно нужен суперат и гораздо более уже правильное было тимфайта происходить обрати внимание опять именно гиперстоун именно варклефт покупает себе зевс на хаммера и соответственно опять буст демеджа не то чтобы сумасшедший им от бульварка значительно больше то есть сейчас выкинуть рунеткливер купить шранкенхед раньше это бы вывело много тимфайтер минус мараксус хиллфлауэр есть уже ураль инженер продолжает по луне с луной мы похоже попрощаемся хаммер вскрывается по энджику энджик умер очень быстро на ульта от дерева и есть еще одна хаммер стоит бессмысленно ничего сделать вообще не может пытаться сделать теплаут но у него этого не получится блатбейс и хэтрик для соу и мемоус и волт консит от хеллборна готова отличная игра от команды мека супер крутая контра хаммер шторма ну и спорные решения от него по сборке айтемов как минимум в этой игре третье место в турнире г7 номер 22 занимает и достаточно достойно занимает команда мека в ее достаточно неизвестном и сравнительно новом составе всем спасибо кто с нами был сегодня целый день я уже честно говоря довольный и настримился с вами был Акамай и со мной состримил половину даже наверное большую Игорь Санни спасибо тебе Санни тоже за твое внимание пожалуйста счастливо всем счастливо и до скорых встреч до новых встреч до новых встреч